Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим шоколадный заварной крем. Этот крем прекрасно подходит в качестве наполнителя для эклеров, профитролей, для прослойки коржей для тортов, пирожных или просто для различных шоколадных десертов. Готовится он просто, быстро и из доступных продуктов. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. 150 грамм темного шоколада поставим в микроволновую печь растопить короткими импульсами по 30 секунд. Можно растопить шоколад на водяной бане. Шоколад перемешаем и дадим ему остыть до комнатной температуры. 500 миллилитров молока ставим подогреваться на небольшой огонь. Молоко доводим до закипания, но не кипятим. В другой емкости смешиваем 2 желтка. Можно использовать 2 яйца. Добавляем щепотку соли. 6 столовых ложек сахара. Это примерно 90 грамм. 2 чайные ложки экстракта ванили. И 60 грамм крахмала. Это 4-5 столовых ложек. Добавляем примерно 1 третью часть молока и перемешиваем все до полной однородности, чтобы не осталось никаких комочков. Желтковую массу переливаем в оставшееся молоко. Еще раз перемешиваем и возвращаем ковшик на огонь. Массу нам нужно заварить. Желательно проделывать все это на небольшом огне и регулярно помешивать, чтобы ничего не прилипло и не подгорело. Когда крем начнет загустевать, помешивать надо более интенсивно. Провариваем еще буквально одну минуту и убираем массу с огня. Обратите внимание на консистенцию. Для того, чтобы заварной крем побыстрее остыл, перекладываем его в другую емкость. В еще горячий заварной крем сразу добавляем 60 грамм сливочного масла. Перемешиваем до однородности и добавляем 20 грамм какао. Это 2 столовые ложки. И растопленный шоколад. Шоколад должен быть уже остывший. И еще раз все перемешиваем. И вот такая смесь у нас должна в итоге получиться. Обратите внимание на консистенцию крема. Он как бы как падает с лопатки. Готовый крем накрываем пищевой пленкой ВКонтакт и убираем в холодильник минимум на 2 часа. И используем крем по назначению. Этот крем прекрасно подойдет для эклеров, профитролей, пирожных, для прослойки тортов. Также можно сделать с ним небольшие узорчики. Он прекрасно держит форму. Надеюсь, этот рецепт был для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!